всем привет вышло новое событие на внешку я решил записать видео с пояснениями полного прохождения сотого этажа на саммите 8 директив есть видео с десятью директивами мы сделаем на восьми так будет быстрее да и прирост по опыту не такой уж и большой лишь 20 30 процентов мы ставим все директивы кроме пистольера и добычи навыков можно и с этими директивами проходить тогда нужен определенный билд определенные условия глобальные события например чтобы сотый этаж проходился быстрее прежде чем мы начнем еще одно маленькое уточнить не забываем ставить целевой лут многие забывают и во вкладке испытания мы ставим одно всегда каждый уровень это лихая ликвидация пройдя этаж с боссом сотый этаж это этаж с боссом мы получаем кейс саммита с лутом и почти 300 тысяч опыта второе испытание мы будем выполнять один раз на два прохождения один раз на два уровня это стрельба по головам либо же как у меня охотник за головами суммарно мы получим практически 600 тысяч опыта прежде чем начнем билд специализация подрывник подрывник на сейвит от одной гранаты гранатометчики здесь лихие на легендарке поэтому могут лицо сломать быстро далее оружие основное которое мы используем пластическая м1а урон цели вне укрытия и талант рейнджер талант тоже не слишком важен второе третье оружие пистолет не важно на три части провиденса везде урон крита шанс крита вставки урон крита шанс крита выбиваем максимальный шанс крита каповый 60 процентов дальше все на урон крита провиденс нам дает урон шанс и урон от выстрелов голову на рюкзаке идеальная бдительность плюс 25 процентов броник с фокусом можно поставить идеальный фокус но там прирост не очень-то и большой по дэмэджу слишком большой разницы вы не сделаете кобура чешка на шанс крита ну и дальше по классике перчатки наемника на урон крита и окопная молитва колени тоже на урон крита то есть как только вы добили шмотками добили вставками шанс крита 60 процентов вставками на оружие в том числе вы сразу все делаете на урон крита в итоге у меня получилось 60 процентов шанс крита урон крита 185 урон от выстрелов голову все это вы видите по навыкам первый навык нам не важен мы используем щит щит нам нужен для того чтобы сохранять нашу бдительность талант на рюкзаке чтобы ее нам не сбивали играем от укрытия все-таки легендарная сложность мог бы довольно сильные особенно если попадаются собаки попадаются толстяки лишь пулеметчики в броне вас могут в том числе с вашим щитом картонным разобрать за доли секунды заходим на позицию не забываем про фокус при перезарядке держать правую кнопку мышки фокус не сбивался старайтесь держать фокусе всегда дробовиков естественно которые вас пушат ну и противников с пулькой как видите сейчас они накладывают эффект эми и при попадании в щит неважно куда наши навыки уходят в откат и 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 старайтесь на рубах на этих спевать драки чтобы подзывать механика чинить иначе к механику добраться будет довольно сложно они всегда сидят в укрытии Добавляем механика, потом добиваем робота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Нам нужен билд на навыки. Самое важное это специализация пулеметчик. Пулеметчик нам дает гранату пенную. Это самое важное в этом билде. Три части виверны, которые дают урон от навыков, длительность и негативные эффекты. Все, что нам нужно для этого прохождения. Характеристики на предметах. На всех предметах старайтесь добиться. Урон от навыков и негативные эффекты. Ставку мы добиваем длительность действия навыка. Шок и трепет на рюкзаке дает доп. урон при наложении негативного эффекта. Стеклянная пушка также дает 25% дополнительного урона. Всего исходящего. В том числе и урона от навыков. Две части ханны и мураками на длительность действия. Далее, химустановка, окислитель. Второй навык нам не важен. Мы его не используем. Запомните. Вот эта линия, надпись Summit. Как только вы ее пересечете, появится хоккер. До этой линии вы можете бегать. Ничего не произойдет. Вы можете подойти, осмотреться, прицелиться. И так далее. Доставим химку. Целимся. Как показано у меня. Перед ящиком. Рядом с перилами. Между ящиком. Между перилами. Накидываем окислитель. 7 штук. 7, 6. Сколько там у вас будет. Как только бросили, сразу достаем гранату. И целимся в ту же точку, куда бросали окислитель. Под ящик. Рядом с перилами. Не на перилы. Не в перилы. Потому что может отрикошеть. Рядом. Как показано у меня. Не всегда получается, даже при идеальном броске, застанет, запенит сразу двоих охотников. Такое бывает. Они появляются на пиксель правее, левее и так далее. Все это тоже влияет. Если вдруг не получится, я покажу, что делаю. Сейчас посмотрим, как это делается. Достаем сразу вторую гранату. Как только проходит пена, бросаем. Видите, правый моб успел двинуться. Застанился. Но ничего. Добиваем его вручную. Ну и когда вы убили пеной, может остаться еще окислитель. В него не заходить. Потому что вас убьет свой же окислитель. И вы потеряете лут, который выбили с охотниками. Бывают ситуации, что вы не смогли запенить сразу двоих охотников. Чаще всего правый охотник убегает и не пенится. Такое бывает. Что делать в этом случае? В первую очередь мы добиваем того, которого у нас получилось заставить. Мы его добиваем. Бросаем в него вторую пенку и он догорает у нас в окислителе. Второго оставляем. Он все еще будет в укрытии. Он не будет пока наспекать. Если он с навыками, он будет разбрасывать свои навыки и так далее и тому подобное. После того, как мы закрыли первого, убегаем. Убегаем, прячемся за ресепшн. За стойку сюда. И меняем билд. Просто меняем предмет. Поскольку у нас стоит специализация пулеметчик, мы можем поставить либо боевика, либо обычный ДД билд, либо тот же фокус. И потом спокойно доесть оставшегося архива. Чаще всего они прячутся за этой перегородкой. Можно стрелять ему по голове за этой перегородкой. Тоже по голове нормально стрелять за этой. Они пекают. И на тайминге можно его ловить и убивать. Так же слева. Таким вот образом проходится сотый этаж. Проходится он буквально за 5-7 минут. Если все условия правильно выполнены, все соблюдено. Ну и естественно, немного удачи никогда не помешает. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментарии свои вопросы, предложения. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!